«Дамы и господа» прозвучал третий звонок. Просим отключить средства связи и занять свои места в зрительном зале. Пришло время приключения в удивительном мире оперы. Ария Дона Жоана исполняет Иван Рак за фортепиано Алексей Бобельнюк. Легкая, стремительная и горячая, как темперамент персонажа произведения, стала началом вечера вдвоение праздничного для вокалиста. Вот так с сольным концертом Иван Рак отметил в этом году день рождения. Перед выходом на сцену музыкант и готовился скорее не получать подарки, а дарить их. Работа проделана определенная, осталось только выйти, получать удовольствие и дарить эти разные эмоции зрителям. Зрители такие дары принимали с удовольствием. Навестили любители хорошей музыки, новички, профессионалы, интересующиеся искусством и даже коллеги артистов. В филармонию гости пришли в волнительном предвкушении. Мы немного знакомы с творчеством Ивана Рака, и мы знаем, что этот вечер тоже нас не разочарует и наоборот подарит много впечатлений на много дней. Не первый раз слышим Ивана и Алексея, но ни разу вместе их не слышали. Ожидания самые обнадеживающие. Он сделал концерт в день своего рождения, чтобы отметить его на сцене. Так необычно, но такое бывает у музыкантов, такое желание. Мы не первый раз здесь уже в филармонии и знаем, что концерт будет отличный, тем более, что приветствуем такого всероссийского, я бы даже сказала, международного уровня. Так что мы очень рады и довольны, что попались сюда. Я сам занимался раньше в музыкальной школе, то есть мне интересно пение, само исполнение. Соответственно, мне захотелось посетить по рекомендации человека, который мне посоветовал. Разными тропами шли гости на концерт в филармонию. Праздничному дню предшествовали всевозможные события в жизни каждого человека. Что касается Ивана, значительную часть своего времени лауреат всероссийских и международных конкурсов, финалист популярного вокального телепроекта посвятил репетициям. Распевка – важная и ответственная часть работы у исполнителей. Этот ритуал можно сравнить с разминкой перед тренировкой у спортсменов. Пропускать настоятельно не рекомендуется. Обязательный такой прилив крови на связке, чтобы они, так сказать, не на сухую работали. Чтобы распеться, полностью проверить все дыхание, и можно приступать к работе. Концерт был целенаправленно намечен в такую точку классическую, академическую. Потому что у нас и так довольно-таки много разных концертов происходит, и как филармонии, так и приезжих, и песенных очень много. А академической музыки стало меньше. И все-таки я выучился на академического артиста, и я люблю классическую музыку, и проповедую ее, так сказать. И нашим людям, я думаю, кому-то хочется, кто-то не знал, надо это показывать. Репетиция – необходимость для артистов даже самого высокого уровня. И ответственное отношение к подготовке – у музыкантов показатель профессионализма. Время, в которое произведения повторяют снова и снова, чтобы достичь желаемого результата. Одна из основных задач для генеральной репетиции и последующей работы – поймать одну волну с концертмейстером. Алексей Бабельнюк – лауреат международных конкурсов, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского. Концертмейстер – человек, который сопровождает и поддерживает солиста. Давно мы уже с Иваном разговаривали о том, что надо что-то делать. У него прекрасный совершенно голос, талантливый человек очень сильно, хорошо поет, правильно, профессионально, все здорово. Почему нет? Надо обязательно. У нас таких певцов на Камчатке нет, по большому счету. В итоге у двоих артистов получилось подарить давно зреющие идеи жизни, несмотря на множество творческих проектов у каждого из них. Наступает вечер. Красивый, чарующий и музыкальный. Каждая ария – это маленький спектакль, портрет того или иного героя и целая вселенная. И сегодня, сплетясь в изящное кружево, они проведут пришедших гостей в мир высокого искусства. Звучали арии русских и зарубежных композиторов. Произведения из вокальных циклов Георгия Свиридова «Петербург» и «Отчалившая Русь» репертуар составляли внимательно и трепетно. Концертмейстер рассказал, будучи студентом консерватории, каждые полгода изучал список из нескольких арий, так называемый «конс-минимум». Рекомендованный они выдающимся концертмейстером и педагогом Важей Чичавой. К концу обучения полный список состоял примерно из сотни произведений. И вот в эти сто произведений входят практически все сложные произведения с вокалистом, с которыми может впоследствии столкнуться пианист, который выпустился. И вот абсолютно все произведения из того концерта, который мы играем, они присутствуют в этом списке. То есть это песня не из разряда «сел, увидел и тюлюм-тюлюм-тюлюм сыграл». Нет, это все песни, которые нужно учить, которые нужно вдумываться, слушать, изучать. Поэтому, наверное, можно сказать, что это все достаточно сложные произведения. Как и для вокалиста, так и для концертмейстера. Ну а каковы они для зрителей – решать им самим. В этот музыкальный вечер каждый гость наполненного концертного зала филармонии задумался о своем. И специально для тех, кто только хочет погрузиться в изучение оперной вселенной, но чего-то боится, мы попросили Ивана подтвердить или развеять популярные мнения, гуляющие об этом музыкально-театральном жанре. Говорят, например, что солистам нельзя есть мороженое, связки портит. Глупость, да. Это же еда. Не, ну если ты много его ешь, не щадя, так как холодное, можно и холодного молока, и воды напиться, и так, в принципе, нет, если аккуратно. Это как и семечки, и кофе – это все миф. Миф почему? Потому что, ну просто, в принципе, перед пением нежелательно есть, потому что слизь собирается, и она мешает. А так, это обычная еда. А что тогда насчет сырых яиц? Ну, кто не слышал о том, что это любимое блюдо каждого солиста оперы? Я не знаю, кому яйца помогли петь. Петь помогает только упражнения и постоянная практика. Говорят, что хорошего человека должно быть много, а оперного певца тем более. Крупное телосложение поможет музыкальным данным быстрее развиться. Есть такое, да, когда говорят, голос любит тело, но тут все зависит от человека, насколько ты следишь за собой, как ты себя чувствуешь комфортно. Если чувствуешь себя так комфортно, и поется тебе прекрасно, ну и слава Богу. А не значит, что если ты размеров меньше, и голоса будет меньше. Нет, голос, как и, в принципе, человек, под все подстраивается, адаптируется под любые условия. Если вы решили похудеть, то ничего страшного. Конечно, какая-то слабость будет поначалу, но потом голос адаптируется, и все нормально. Чтобы стать артистом оперы, достаточно лишь хорошо петь. Остальное приложится. Так ли? Нет, конечно. Это же комплекс разных, так сказать, таких структур. Это и актерское мастерство, и пение, и твое понимание, твоя начитанность, твое знание материала, как ты это переживаешь. Если ты просто будешь стоять открывать рот, даже если красиво. Но если там ничего за этим не несешь, человек сразу поймет, ну, зритель. Зрителя не обманешь, он поймет, что что-то не так. Ну, идет звук, но я не понимаю. Ради приличия, ну, похлопаем, наверное, что-то было красиво. А донес ли человек, ну, артист или нет, это вот другой вопрос. Все, спасибо большое, удачи вам сегодня. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова